Воскресенье Христово видевшее, поклонимся Святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Мы продолжаем беседы по Первому Соборному Посланию Апостола Иоанна Богослова. И напомню, что мы исследуем третью главу этого послания. В прошлый раз мы остановились на таком непривычном для нас разделении, которое проводит Иоанн Богослов в духе и всей евангельской истории, и в духе других апостольских свидетельств о такой непривычном разделении людей на детей Божьих и детей лукавок. Все созданы одним Богом. Творец у нас один. И когда речь идет о семени, речь идет о человеческой воле, что оно вбирает в себя, чьей дух она принимает за семя, вокруг которого начинает созидать свою собственную жизнь, свое собственное бытие, энергию Бога или энергию лукавого духа. Это все всецело воле человеческой. Ему предлагается, как это сказано в одном раннехристианском памятнике, предлагается два пути. И человек выбирает, по какому идти. Предлагаются два семи. И человек выбирает, какое семи посадить ему в землю своего сердца. Это всецело в его воле. Но когда он делает выбор окончательно и бесповоротно, и не меняет его до самого окончания своей жизни, он тем самым сам собственным выбором предопределяет свое посмертное бытие. Он не хочет принимать воли Божьи. Естественно, он не хочет принимать и Царство Божье. Дальше апостол Иоанн Богослов свидетельствует снова, говорит о своей излюбленной теме, о любви к ближнему. И вот он говорит следующие слова. «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человекоубийца. А вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей». Мы знаем, мы перешли от смерти в жизнь, потому что любим братьев. Если мы любим братьев, но, разумеется, именно любим, а не просто хорошо ко всем относимся, если мы любим братьев наших во Христе, то значит мы этим самым понимаем, что мы действительно перешли в какое-то иное состояние, потому что любим этих братьев просто потому, что они наши братья во Христе. Они иного социального положения, они могут быть иной нации, даже иной расы, они могут быть иного языка, иных традиций и обычаев там, до Христа, до Церкви. Но теперь мы одним миром мазаны, одним духом живем, одна кровь течет в наших жилах. Если мы этого по всем параметрам чужого для нас человека любим, как будто он самый близкий и дорогой, этим мы познаем, через это мы понимаем, что действительно дошло, достигло нас Царства Божьего. Но хотелось бы обратить внимание и на продолжение этой мысли, что всякий ненавидящий брата своего есть человек-убийца, и он не наследует Царство Божье, в нем нет жизни вечной, наоборот. Но каждый из нас испытывал не раз и не два такое состояние, конечно, мы ни за что не признаемся себе никогда, разве что перед Богом, священнику на исповеди, что мы ненавидим, но всякое раздражение на другого человека, всякий гнев на другого человека, это есть семя ненависти. По разным обстоятельствам, в меньшей степени по нашей воле, по каким-то иным обстоятельствам, нам не дается развить это раздражение действительно в какой-то поступок, в какое-то действие, в какой-то человекоубийственность, какой-то поступок, который разрушал бы жизнь другого человека. До этого доходят очень немногие, хотя каждый понимает, доходят очень часто. Все-таки большинство из нас испытывают раздражение и гнев. И мы не говорим, что это ненависть. Так, обиделись, поссорились, поскандалили. Но если мы внимательно вчитаемся в весь, все слова Нового Завета, если мы попытаемся понять, о чем говорят святые отцы, если мы хотя бы поразмыслим над этими словами Иоанна Богослова, или над тем, что говорит Христос в Евангелии, что всякий, кто гневается на брата своего, уже человека-убийца. То есть, если мы допустили гнев до нашего сердца, то этот гнев надо тут же вырвать. Если мы не раскаялись в нем, не вырвали его из нашего сердца, оно останется там, как семя, как семя лукавого, как то, что не даст возможности вселиться в нас семени вечной жизни. Поэтому, отражая эти закономерности духовной жизни, Христос, а вслед за ним и все апостолы говорят, молитесь за врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите тем, кто причиняет вас обиды, делайте что-нибудь, чтобы не дать гневу или ненависти возрасти в вашем сердце. Если вас обидели, нас обидели, и мы обиделись, и утром проснулись, и не ощущаем обиды, это ничего не значит. Стоит еще немножечко какой-то искре пройти, и обида станет глубже. Мы ничего не чувствуем, да, мы не злимся, нам просто неприятно смотреть на лицо этого человека. Мы просто не хотим смотреть ему прямо в глаза. Мы просто, ну, не хочется нам с ним разговаривать. Нет, мы не злимся на него. Мы не желаем ему зла, нам просто неприятно быть с ним вместе. Но мы, то есть попросту говоря, как некоторые часто, ладно, в миру, христиане говорят, я его не люблю, он мне не нравится. Я не люблю его. Это же и есть признание в том, что лучше бы его не было. Я не хочу быть с ним в Царстве Божьем. Я не люблю того, кого любит мой отец. Я не люблю брата моего. Мы призваны к любви. Мы призваны к тому, чтобы именно в этом переживании любви к брату нашему, мы и удостоверяем нашу причастность Богу и Отцу. А если мы не любим, я не люблю его, он мне не нравится, тогда мы этим свидетельствуем, что мы вне Бога, вне Царства Божьего, и, может быть, и топчемся где-то на пороге, но никак не можем сделать шаг, который ведет в нас именно в область Бога общения. Но если мы сделаем этот шаг, тогда мы должны принять и ту реальность, которая ждет нас за этим шагом, любить каждого человека, которого посылает нам Бог. И уж тем более, хоть что сделать, всю душу вывернуть наизнанку, но любить всякого человека, который вместе со мной молится в Храме Божьем, всякий, который вместе со мной исповедует веру во Христа. Даже если он совершенно никчемный человек, даже, нет, не никчемный, даже если он человек, который разрушает мир, разрушает церковь, и такого человека, я к такому человеку тоже не должен иметь ненависти. Я и такому человеку не должен сказать, я не люблю тебя, не имея права. Я могу его наказать, если мне дано на это власть от Бога. Я могу призвать его к ответственности, судить по суду и по правде, но и тогда я не смею права сказать, я тебя не люблю. Ты наказан и отвержен Богом за такие-то, такие-то дела, но милость Божья для тебя открыта. Покайся, и сердце Бога, и мое сердце примет тебя, когда ты оставишь злые дела и перестанешь делать зло. Но пока ты ненавидишь Отца нашего, пока ты ненавидишь братьев твоих, таких же, как и я, то ты должен быть под наказанием, но ненависти в сердце человека быть не должно, если это сердце человека, христианина. И вот был такой старец, архимандрит Сафроний Сахаров, ученик Силуана Афонского, который написал книгу о нем. Он в последние годы своей жизни, он прожил очень долгую жизнь, он оставил один завет, который, мне кажется, очень ценен для всякого человека, без исключения. Всякий раз, когда мы испытываем кому-то раздражение, неудовольствие, или кого-то, забывшись, осудили, не подумав о последствиях, просто увлеченные духом, недоумением, гневом, негодованием, осудили человека. Всякий раз надо прийти и помолиться за этого человека, вознести одну, две, три молитвы, но от всего сердца помолиться, чтобы Бог просветил, умерил человек, чтобы, если это не можем сказать искренне, попросить у Бога, Господи, дай мне любовь к этому человеку, помоги мне его полюбить. Если этот труд мы на себя предпримем, если мы будем так делать, то мало-помалу сердце наше будет умягчаться, и мы увидим, как оно меняется в отношении к людям, мы увидим, что оно обретает способность, но еще не любить, но хотя бы не раздражаться, не гневаться, а действительно находить в себе силы, быть милостивыми каждому человеку. Это не так просто, как может показаться, но и не так сложно, как те слова о совершенной любви, которые мы читаем у Авы Исаака Серина или у Семена Нового Богослова. Это то, что доступно простому любому человеку в его самой обыденной повседневности. «Поклонимся святому Господу Иисусу!» И дальше мы обращаемся к заключительным словам третьей главы соборного послания Иоанна Богослова. «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истинным. И вот почему узнаем, что мы от истины и успокаиваем перед Ним сердца наши. Ибо если сердце наше осуждает нас, то коль ми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Возлюбленный, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу и чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним». «Сердце наше осуждает нас», говорит апостол Иоанн. Совесть – это глаз, голос Божий, энергия Божья, присутствие Божия внутри каждого человека. Нет, в глубинах, в недрах, в истоках сердца человеческого. Там присутствует для того, чтобы различать сами намерения наших мыслей, истоки наших чувств, истоки наших вдохновений, и там уже указывать на то, что вот этот помысел, это намерение, оно не то, оно от лукавого, оно не от Бога, оно не приведет ни к правде, ни к истине, ни к любви. Уже там совесть, если человек чист, оно различает и помогает различать и отсеивать всякую неправильность. Оно для того, совесть для того и дана нам, Бог для того и не оставляет человека. Это тот свет, который просвещает всякого человека, приходящего в мир, и помогает ему управить свою жизнь среди всевозможных искушений, среди всего того зла, в которое погружен мир, направить путь к Богу. Не так трудно, хотя на самом деле каждый понимает, что трудно, и все-таки, как и говорит апостол Павел, не так трудно найти Бога, потому что он недалеко от каждого из нас, он в недрах, в глубинах, в самой сокровенной бездне нашего сердца, для того, чтобы научить нас делать добро. И наоборот, если вдруг эта совесть начинает возмущаться, если вся внутренность наша переворачивается, говорит, не делай, или когда сделано, она начинает нас стыдить, что ты сделал, зачем, как ты смел так поступить, когда лишается сердце мира, поднимается в волнение помыслов, в волнение сердца, какое-то возмущение, какая-то муть с односердца, какие-то гнилосные испарения, миазмы, которых мы никогда и не подозревали в своем сердце. Это значит, что мы что-то делаем неправильно. Это значит, что мы, если эта волна захлестывает так, что мы не можем сдержаться, и начинаем говорить, кричать, орать, ериться, начинаем творить дела, сами изумляясь тому, что мы делаем, совершенно не сдерживаем сами себя, совершаем даже, с точки зрения здравого смысла, вещи возмутительные. Это значит, что все наше нутро против нас. А если вся внутренность осуждает и возмущается над образом нашей жизни, то насколько же более возмущен нами Бог. И наоборот, если сердце наше не осуждает нас, если в сердце мир, если в сердце тишина, если сердце действительно пропитано какой-то нежностью по отношению к самому бытию, к каждому дню, к тому явлению погоды, которую мы сегодня наблюдаем, к этим людям, которым мы встречаемся, если на сердце легко и тихо, не сумбурно, не как-то непонятно как, а очень тихо и ясно, как безоблачное летнее утро с тишиной, прозрачностью, чистым воздухом, вот так на сердце человека, то это значит, что мы в мире с Богом. Это значит, что Он принимает нас, Он благосклонен к нам. Это значит, что наше сердце соединено с Богом, что мы действительно в Нем, и Он в нас. По сердцу нашему можем определить наше духовное состояние, можем определить, каковы мы перед Богом, каковы мы с Богом. Это тот орган, тот инструмент, который помогает выправлять наше бытие. Если мы сделали что-то недолжное, сердце тут же сигнализирует каким-то смущением, какой-то отрицательностью, какой-то смутой, волнением, тишина уходит, ясность уходит. Нас смутили, есть такое хорошее церковное слово. Нас возникла какая-то мрачность, И человек в мрачном духе, человек с мрачным видом, с мрачным лицом, это человек, не несущий в себе Бога, потому что он мрачный, от слова мрак, его покрыла пелена мрака, и мрака отнюдь небожественного. И вот это сердце является таким инструментом, который помогает нам разобраться в том, что с нами происходит. Это действительно порой очень сложно человеку, который привык жить в круговерте жизни, хотя и ему сердце сигнализирует, но его никто не учил в детстве обращать на это внимание. Его учили тому реагировать, как обращает, что делают, то есть как реагируют наши поступки другие люди, но никто не учил, как учить, никто не учил реагировать человека на сигналы собственного сердца, никто не учил жить по сердцу, а только по тому, что считается правильным или неправильным в этом мире. Это совершенно неправильная установка. На самом деле человек должен сверять свою жизнь с Богом, и сердце тот инструмент, который помогает ему выправить свою жизнь и построить ее совершенно и безукоризненно, чисто перед лицом Богом, на самом деле не встретив на своей жизни ни одного божественного откровения, равного Бога явлению или явлению Матери Божьей Серафиму Саровскому или тому, что описывает Симеон Новый Богослов, или озарением Исаака Сирина, или Силуана Афонского. Человек может никогда не пережить этих светоявлений, явления Бога во свете, но он может всю жизнь прожить перед лицом Бога, может ходить перед Богом и умереть во свете, сразу уйдя в этот запредельный свет, свет Божий. Если он просто прислушивается и чутко всматривается в собственное сердце, блюди самого себя, бди над собой, бдите, говорит Христос засыпающим апостолом в Бессиманском саду. Это чрезвычайно важно. В сердце живет Бог. И оно свидетельствует, когда мы удаляемся от Бога, когда не удаляемся. Это очень легко узнать на примере вот тоже обычной семейной жизни. Если ребенок что-то сделал не так, отец сразу реагирует, он не бьет, он не кричит, он просто строго посмотрит или скажет одну лишь суровую фразу или даже междометие, но внимательный ребенок сразу все понимает. Он лишился расположения отца, и никакого конфликта не возникло. Никакого, ничего, напряженность только некоторая, даже преддверие некоторой напряженности, но ребенок понял, что так нельзя. И тут же исправляется, бежит, чтобы каким-то образом примириться с отцом, и он понимает, что так делать больше нельзя, и внимательный делать так больше не будет. Вот то же самое происходит и с человеческим сердцем. Это тот орган, через который Бог свидетельствует свою расположенность к нам или нерасположенность к тому, что мы делаем. Через это мы ощущаем свое единство с Ним или наоборот. И вот если в сердце мир и дерзновение, то, как говорит апостол Иоанн Богослов, «О чудо!» мы получим все, что хотим. Он – Отец, Он – щедрость, Он не может нам отказать. Великое чудо иметь такое дерзновение, и если мы не сможем нашей молитвой остановить девятый вал или воскресить мертвого, то и это нам подскажет наше собственное сердце, тихонько шепнув, «Это не твоя мера, не дерзай то, что выше твоих сил». Относись к всему сосмиренно мудрее. Но и сердце же подскажет, что вот проси, и ты будешь услышан, и человек просит и получает просимое, как однажды произошло это с праведным Иоанном Кронштадтским, когда он молился, читал обычный молебен, будучи приглашенный к больному человеку для облегчения скорби этого человека, и вдруг сердце ему шепнуло, «Ты молись о выздоровлении!» И он молился и был услышан. Бог, живущий в сердце отца Иоанна, сказал, что это его мера. И он, живя внимательным, о чем говорит, ясно раскрывает его дневник отца Иоанна Кронштадтского, он очень внимательно относился ко всем движениям собственного сердца и знал, где пределы его меры, и никогда не делал то, что могло разрушить его единение с Богом. И, разумеется, всякий человек, имеющий дерзновение в молитве, он должен в первую очередь направлять свое молитвенное дерзновение не на себя, а на ближнего. Впрочем, даже если бы он попробовал направить это на себя, он сразу почувствовал, что дерзновение уходит, потому что Бог есть Бог всех людей, и Ему угодно, чтобы мы искали Царство Божьего, а все, что надо, Он и так нам даст. Иногда Он терпеливо выслушивает и наши молитвы о не то, что даже хлебе насущем, каких-то вещах, необходимым нам для просто хорошего существования, порой и для комфорта. Он внимает и этому. Но подлинное дерзновение рождается, когда человек начинает молиться за другого. И не надо думать, что это удел только совершенных святых. Это заповедь. Молитесь друг за друга. И вот эта молитва, она должна быть всегда. Если человек приобрел дерзновение, то молитва за другого, за их нужды, молитвенное вхождение в нужды встречающихся людей поможет человеку еще более утвердиться в этом дерзновении. Его молитва станет шире, сильнее, насыщеннее дерзновения. А если он еще не имеет дерзновения, но как слабый, немощный человек будет просто шептать тихонько, бездерзновенно, а как бы так вот чуть-чуть, Господи, помоги этому человеку, то постепенно, он сам не заметив, как, он приобретет это чаемое дерзновение. Потому что всякий, кто молится за другого человека, он получает милость от Бога, потому что являет себя человеком, ищущим любви к другому человеку. А мы, как видели по свидетельству Иоанна Богослова, именно это и есть качество, которое приближает нас к Богу, которое и свидетельствует о том, что мы к Богу приближаемся. Поклонимся Святому Христову Воскресенью, Всего прииде Крестом радостему миру.